Всем привет, вы на канале G3Games и в этом видео я бы хотел озвучить топ 5 фатальных ошибок новичка в игре The Answerborn. И первая ошибка, с которой бы хотелось начать, это отсутствие стремления попасть в топ 1 альянс на сервере. Да, почему-то многие игроки так думают, что если они будут, к примеру, в топ 2, либо в топ 3 альянсе на этом сервере, то у них все будет хорошо и они будут так же со всеми быстро развиваться. Но, к сожалению, такого не будет по той причине, что альянс, который находится ниже в рейтинге, он не будет, к примеру, захватывать большое количество крепости на карте. То есть, к примеру, я сейчас отдалю карту и мы видим, что наш альянс Бло держит, в принципе, все основные постройки. Ну и в то же время у Анта несколько построек, у РВ одна. Самое интересное, что захват этих всех построек дает очень хорошую прибавку ресурсов, очень таких важных и ценных, которые вы просто так нигде не возьмете. Тем самым вы себя лишаете этой возможности получать такие вот важные и ценные ресурсы. При этом, если альянс находится на втором месте, на третьем, то значит, менее активные сагильдейцы, а значит, меньше будет у вас там рейдов, наград за эти рейды. Ну и самое, в принципе, логичное, это меньше доната, потому что, значит, игроки более слабые там играют, а если меньше доната, то, соответственно, меньше наград с этого всего вы будете тоже получать. Поэтому только стремление в топ-1 гильдию на сервере, никаких других вариантов вообще быть не должно. Но вторая ошибка, опять-таки, я бы ее связал с донатом, она может быть не такая распространенная, как первая, но тем не менее, игроки, которые донатят, они начинают скупать всю хрень, которая вообще не имеет никакой ценности в игре. Либо же она имеет эту ценность в начале. То есть, почему это происходит? Потому что вот реклама, да, вот именно донат, игра советует там максимально все подряд, неважно, какие что и наборы, а игрок, не разобравшись и не знает, что ему нужно, начинает покупать все подряд, и при этом толку от этого, как оказывается, не очень много. Ведь можно потратить, не знаю, там 10 тысяч рублей и не набрать особо ничего, игрок может потратить 2 тысячи рублей, другой, и при этом достичь большего, потому что он грамотно и рационально все приобретет за эти деньги. Вот. Кстати, кому интересно, я могу создать отдельное видео, где расскажу о том же, все-таки, что брать за донат. Мы рассмотрим, наверное, несколько видов доната, то есть от того, что будет слабый донат, там 500 рублей в неделю, либо 1000 в месяц, да, более жирного доната, и о том, что все-таки тогда донатить на эти деньги в этой игре. И перед тем, как мы перейдем к следующей ошибке, позвольте показать вам небольшую рекламную интеграцию. Я хотел бы порекомендовать вам сервис, который поможет создать бота в Дискорде без навыков программирования, и абсолютно бесплатно. Он поможет вам сделать ваш сервер более удобным и функциональным. К примеру, вы можете создавать голосовые каналы тогда, когда это необходимо, не захламляя при этом сервер простыми голосовыми каналами. А выбор режима работы поможет сделать комнаты более комфортными, как, например, функция для быстрого поиска. Все настройки бота происходят на сайте и применяются мгновенно. Поэтому переходите по ссылке в описании и создавайте своего бота. А если возникнут вопросы, вам всегда помогут на саппорт сервере. Третья по счету ошибка новичков – это как только спадает щит, мы мчимся вырезать все соседние замки, все вражеские замки, замки героев, и вообще не следим за тем, что армия наша там может убавляться, и в итоге начинают игроки оставаться абсолютно без ничего, без армии, без ресурсов, что, ну, в принципе, это очень нелогично и неправильно. Но жажда напасть на другие замки, как бы, она обладает, да, над этими игроками, и, в принципе, ничего хорошего в итоге не происходит. Собственно, что я бы здесь порекомендовал? Это атаковать замки ближе к середине игры, то есть когда уже будет у вас сильная армия, когда вы хотя бы полный один марш сможете себе позволить, и нападать, конечно же, на тех игроков, которая слабее вас хотя бы по уровню резиденции, ну, и по мощи общей тоже. Ну, в принципе, на этом с этой ошибкой, я думаю, я рассказал все. А следующая ошибка это то, что начинающие игроки забывают про такие своевременные вещи, как ловушка Альянса, как портал Нома, как исследование в таверне. Почему это происходит? Ну, потому что еще нет привычки, либо, не знаю, человек там не ставит будильник, либо он не считает важным ловушку Альянса, которая происходит через день, да, но благодаря которой ваши все герои одеваются вещами, которые прибавку дают очень-очень сильную к статам, как героев, так и к вашей общей боевой мощи. Поэтому ловушка это обязательно. То же касается портала Нома. Следите за тем, как топ-1, да, игрок вашей гильдии, проходит новые и новые этажи, значит, на более старых появляется бонус к боевой силе, тем самым, если вы раньше не могли пройти, то, возможно, сейчас вы сможете пройти. Ведь чем больше и чем глубже вы прошли в портале Нома, тем лучше вы получаете награды, в том числе за первое прохождение в виде значков назначения, в виде руководства по тактике, что очень-очень вам нужно будет для развития в начале игры. Ну и напоследок, это моя самая любимая ошибка всех новичков, это сливать все абсолютно ресурсы, что есть у вас в инвентаре, просто по мере того, как они к вам приходят. Это и касается фрагментов героя, это касается и ресурсов, люди их сразу перекладывают к себе в основную, да, то есть вот эту вот палитру ресурсов. Ну и, в принципе, все-все-все ресурсы тоже тратятся. Даже там банально сходили на ловушку, получили фрагменты снаряжения героя, тут же их потратили, получили фрагменты и так вот во всем. Поэтому, когда, а по итогу, когда наступает день ивента, где нужно тратить те или иные ресурсы в игре, у вас их попросту нету. Поэтому самое главное правило, это тратить все ресурсы только в дни ивентов. Просто так вы ничего не должны стаскивать с вашего инвентаря и пускать куда-то на самотек. На этом у меня все. Задавайте вопросы по игре, предлагайте темы для следующего видео. Всех обнял и приподнял.